Девушки отдыхают Ни света, ни тьмы Абсолютная пустота Он не мог даже пошевелиться Такая жизнь не устраивала его И он создал силу времени Теперь он и его новый друг Могли двигаться сколько им захочется Но было негде И тогда он создал силу пространства В эту же секунду плотная материя Заполнила все Надежда, недовольная новыми условиями Создал силу пустоты Но даже после создания пустоты Он был недоволен, ничего не было видно Он создал свет И тогда же ему предстала не очень радующая картина Бесконечные каменистые земли Под черным, не имеющим потолка небом И он создал жизнь В этот же момент каменистые земли Превратились в бесконечные леса Но мир, населенный только растительностью Его не устраивал И он создал две энергии Энергию крови и дыхания Дав им соответствующие имена Какое-то время его это устраивало Но животные без эмоций ему надоели Тогда он создал энергию чувств Назвав ее сердце И это утолило скуку первого дракона На некоторое время Но и здесь он оказался недолго доволен Ведь существа с чувствами поступали очень глупо Он создал энергию разума Но и это не устроило придирчивого дракона надолго Ведь с появлением разума Существа стали вести себя слишком скучно Из-за чего надежде пришлось создать энергию ярости Казалось бы, все идеально Но однажды он встретил существо Оно было сильно ранено Но не могло умереть Потому сильно страдало Проникшись состраданием к существу Он создал энергию смерти Назвав ее рок Вот теперь все хорошо Но в бесконечном мире у существ Не было особой причины состязаться друг с другом А некоторые просто вели себя подавленно и безразлично Да и потеряться здесь было сродни самоубийству Хорошенько поразмыслив Он созвал драконов пространства и пустоты Вместе они разработали способ создавать другие вселенные Они создавали многочисленные миры Но ни один не устраивал их Пока они не создали новый, прекрасный мир Который был начислен первое время странными Возможно даже слегка слишком умными существами Они с трудом верили в драконов Поэтому те создали новых существ На замену старым Людей Вскоре драконы поняли Что им стоило бы создать свои собственные пространства В которых они находились бы тогда Когда они не были заняты этим миром Сперва они создали свой мир для пространства и пустоты Потом для надежды Затем для благородного рока Уважаемой жизни Для остальных в своей личной вселенной Два дракона создавать отказались Сказав, что лишь создадут им еще два мира Для оставшихся разрушающих драконов И создающих драконов Но был один дракон, который создал свой мир И без их помощи Время Он взял далекий отрезок времени И вывел из него временную отвилку Сделать так, чтобы время в ней не шло Но существования из этого мира могли в нем двигаться Но вернемся к нашему миру При его создании драконы поняли Что за ним придется все время ухаживать И понимая, что они не смогут этого делать Каждый из драконов создал по 12 прислуг Разбойник, вор, наследник, дева, паш, рыцарь, провидец, маг, сильв, ведьма, бард и принц Каждая из них выполняет работу Соответствующую определенному проявлению аспекта Например, паш пространство Бесконечно создает материю в середине вселенной А ведьма пространства и пустоты Изменяют ее, создавая от обычных астероидов До скопления галактик Но нельзя не признать, что некоторые были созданы для ровности чисел И скорее мешают, чем помогают Или просто не имеют вменяемого предназначения Но прислуга не могла справляться со всеми заданиями Например, с конкретным взаимодействием с людьми Поэтому драконы решили даровать и людям маленькие частицы своих сил Людей силами аспектов они называли игроками Игроки делились на три типа Первый – обычные игроки Просто живущие своей жизнью и иногда использующие свой аспект Вторые – избранные Избранными считались самые сильные игроки своего аспекта Избранные нужны были для защиты и заботы о драконах А не с драконами на короткой ноге И, конечно же, третий тип – хранители Хранители – это игроки, знающие о своем аспекте намного больше, чем другие Они нужны для того, чтобы вести свой аспект в массы Они – что-то вроде связующие между драконами и людьми Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok